Бисмиллахи ррахмани ррахим, альхамдулиллах, ассалату ассалама аля расулиллах, аля алиху ассаби хаджима'ин амма ба'ад. Продолжим, Ираб, грамматический разбор суры аль-Алях. Сгусток крови. Мы дошли до второго айта. Холик аль-Инсана мин аляху. Сатурил человека из сгустка. На прошлом уроке мы уже разобрали глагол холик. Мы сказали, что это фиален мэдан, глагол прощащего времени. Мабнива аля фатхин с неизменяемым кончанем с фатхина конца. Уфаэль и уфаэль действующий лицо это дамир мустатиром фиихи гавазом, скрытый в нем в допустимой форме мистемейния. Тақдиру хуа, хуа. Которая выржена мистемейниям хуа. Вал фиалу мааа фааэльи глагол холико со своим фаэлем мистемейниям хуа. Все это жумлотун фиалетун глагольное предложение. Бадалун мин жумлоти холико лаула. Бадал замена предыдущего предложения холико. Поэтому фа ла махалла ла хаминал ираби ка сабикатиха. Из-за чего второе предложение холико так же как и первое не будет иметь места в падеже. Аль-Инсан это мафуулем бихи прямое дополнение глагола холико. Мансубан поставлены састоян насвинительный падеже. В аламуту нас бихи признак падежа нас в этом имени. Аль-Фатхата-Захирату аля-Ахалихи. Явная фатха на его конце. Мин аля-қын. Мин ад харфу жарм предлог родительного падеже. Мабниу аля суконин. С незменямым окончайным суконом на конце. Аль-Ақын ма жрурум бимин имя поставлены харфа мим састоян жарм родительный падеже. В аламуту жарлихи признак падежа жарм в этом имени. Аль-Касрату Захирату аля-Ахалихи. Явная касра на его конце. В аль-жару ва-мажруру харфу жармин и поставлены им састоян жар имя аля-қ. Мута аликан бихалага состоят в смысловой связке с глаголом халага. Следующая айтает у нас Иқра варабу кал-акрам. Читай ведь Господь твой шедрейший. Иқра мы уже разбирали этот глагол в первом аяте. Мы сказали, что Иқра это у нас феулю амрин, глагол повеление приказа. А его фааль, действующее лицо, это скрытое в нем местомение анта. Ламирин мустатрун фиихи вуджубан. Вал феулю маа фаалих, глагол Иқра, вместе со своим фаалем местомением анта, все это джумлятун феалитун, глагольное предложение. Истенафитун, изобновленное, новое предложение. Литтовки для усиления смысла. Во мафулю айо мафулю, прямое дополнение, это у нас. Он у нас махзуфун, удалено, подразумевается, например, Иқра иль муназзала илейке, или же Иқра маюха илейке. Иқра иль муназзала алейке. Читай неспосланное тебе, читай то, что внушается тебе, и т.д. Варабу кал-вау истенафитун, указывает на возобновление предложения речи. Или можно сказать «ау хаалит», или же ватут, указывающий на то, что данное предложение является обстоятельством образа действия. Варабу кал-вау истенафитун подлежащие именного предложения. Марфу аймелептедай поставлен в состояние рафа, именительный падеж. Во алама тал-вау истенафитун в состояние рафа, этом имени аддаму тузлахирату аля ахри, явный аддаму на его конце. Варабу мудав, имя раб, является первым членом из-зафетного сочетания. Валькафа акафа это дамирун муттасалун, слитное местомение, мобню аля фатхин с неизменяемым кончанием с фатха на конце, в махалле джардин, на месте падежа джар, родитину падежа. Мудавун илейхил ли раб, является вторым членом из-зафетного сочетания. Аль-акраме тунас хабрун ли раб, является хабром словом на имени раб, т.е. хабр мудав, сказуемое подлежащего раб. Морфу он бель мубтадай поставлен подлежащему состоянию раб. Имениттену падеж. Валамут раф и признак падежа рафа это имени аддаму тазахирату аля ахри, явный аддаму на его конце. Валь мубтаду маа хабарихи подлежащий раб со своим сказуемым, аль-акрам, джумля тунас миятун, именное предложение, в махалле нас бель на месте падежа, на спиниттену падежа, халун, обстоятельства, образа действия, если мы скажем, что аль-вау, это вау-ль-халлит. То есть если мы скажем, что аль-вау здесь, аль-вау-халлит. Если мы скажем, что аль-вау, истина-фия, указывает на возобновление предложения, на новую речь, на новое предложение, то в этом случае мы скажем, что это предложение аль-джумля тун, ла махаллаха минал-и'раби не имеет места в падеже. Валлаху а'нам. Валлаху а'нам. Валлаху а'нам. Субтитры создавал DimaTorzok